подожди не снимай хочу зрителям показать помните когда мы были в кашмире покупали вот это вот удивительную необычную обувь то ли это носки то ли какие-то тапочки лопаточки покажи внутри артур как бы не промокаемые носки вот сейчас как раз мы их используем потому что у нас сыро и прохладно я хожу по полу в тапках артур вот в этих вот кашмирских носках всем привет друзья с вами наташа и канал замуж в индию я думаю вы помните хорошо помните вот этого вот грозного парня хай парт ауаю сейчас я вам расскажу про него историю но сейчас да сейчас я расскажу до кит нас алки пять лет будет в ноябре в принципе не такой уж и маленький и довольно таки смышленый парень но то что он вчера учудил говорит об обратном парт или это был хитрый план брутальный парнишка вы помните как он замахивается на всех даже на меня с кулаками лезет девушка посмотрите в каком ярком красивом платье приехала в матра на мне знаете вообще не хочется наряжаться сейчас из-за этой погоды я сейчас выбираю наряд по принципу что быстро сохнет ну вот надела сегодня шорты короткие их рубашку рубашка это очень быстро сохнет вот знаете у вас сейчас такое настроение лето вам хочется чтобы лето никогда не заканчивалось это хочу чтобы лето не кончалось а у меня наоборот я считаю денёчки чтобы поскорее бы это лето закончилось закончился этот невыносимый дождь а людям нравится вот посмотрите какие все все веселые довольны очень много людей у нас у нас номера не то что забиты всех каждый день а даже если бы было бы еще 45 номеров они бы тоже были бы забиты пора мы сегодня пришлось отдать наших клиентов своему другу так значит про партой сейчас буду рассказывать happy birthday а торпа за меня до шейк-хэнд окея и алса happy birthday да сегодня party но мы не будем на этом party гулять у нас другие планы на сегодня грандиозные планы пора мне будет помогать рассказывать эту историю потому что он был свидетелем значит парт вместе со своими родителями почти на каждые выходные приезжают сюда матеран так они городские я к тому что в принципе он уже прекрасно знаете окрестности матерана хорошо сейчас парам отдаст рюкзак на починку и артура видите нужно будет сегодня купить новый плащ порвался напротив их дома магазинчики стоят но тут буквально 20 метров и папа парта пошел купить яйца и парт за ним увязался но это уже не первый раз просто очень много людей было и как-то получилось так что они разминулись папа купил яйца и так и не заметил он видимо не видел что парт за ним увязался но это к тому что родители насколько следят за своими детьми некоторые некоторые не которые не все конечно вот приходит обратно домой а парта нет но он и не заметил да ну значит где-то парт гуляет может быть по соседству может быть нам пара пауза заскочил значит тем временем парт теряет из виду своего папу и стоит где-то в стороночке с растерянным видом ищет глазами своего отца подходят неравнодушные люди к нему туристы и спрашивают мол что случилось он говорит я потерялся я потерялся они спрашивают а кто ты откуда и он называет свое имя фамилию здесь детей там как они только начинают говорить сразу же учат значит фамилию имя и адрес друзья и адрес он называет свой городской то есть получается что эти туристы приняли его тоже за туристов значит пацан вместо того чтобы показать рукой вот мой дом это моя мама папа дядя и куча других родственников он называет адрес свой мумбайский но эти неравнодушные люди то получается большая компания они разделились двое пошли на станцию там заказали объявление чтобы в громкоговоритель сообщили о том что потерялся какой-то мальчик родители срочно объявитесь а двое взяли его на руку и ходят по улице туда-сюда но и тоже соответственно кричат нашли мальчика нашли мальчика но естественно как сарафанное радио распространяется эта информация господи а кстати пар сидит на руках они его на ручке взяли не плачет с улыбкой на лице то есть по-моему ему даже было интересно вот но и соответственно информация распространилась на этом участке и какой-то мужчина подходит к парам парам стоит вместе с дядей этого парта и говорит мол ой этот мальчик потерялся а парам тоже у меня такой неравнодушный сюда сразу ой что за мальчик просто мальчик покажите а вон он типа эти люди на руках его несут а мальчик-то а мальчик-то парт значит парам говорит что если бы он или кто-либо из родственников парта увидел такую вот картину парт находится на руках у незнакомых людей они бы решили что по техническим причинам не приходится сейчас озвучивать этот момент так вот что же хотел сказать парам если бы родственники парта или сам парам неожиданно увидели ребенка на руках у незнакомых людей то они бы набросились на этих людей с кулаками ну конечно они бы подумали что эти люди пытаются украсть малыша но слава богу этого не случилось все произошло наилучшим образом так все стали под крышей сейчас упаковываемся и поедем камеру я тоже упакую не буду наверное сегодня со съемками рисковать потому что идет дождь вот так еще самое интересное что родители парта даже не поблагодарили этих людей которые после их сына мало ли куда бы он пошел может быть кто-то бы и действительно бы украл бы а парам поблагодарил действительно они заслужили таким людям даже можно было бы денег дать если их не благодарит то следующий раз они подумают да ну его нафиг не буду я никому больше помогать в этой жизни в общем друзья надо быть благодарными тем людям которые нам помогают ура 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 нам повезло нет дождя сейчас я могу даже говорить микрофон слушайте посмотрите сколько много людей кто-то идет пешком побросали свои машины внизу на такси сейчас обычно такси по выходным стоит 500 рупий сейчас 800 они говорят и никто даже не торгуется вот это вот все автомобили это такси они самые опасные они сейчас ездят с максимальной скоростью для того чтобы успеть как можно больше ходок сделать пока знаете клиент пошел берут по максимуму господи парам рассказывает артура что когда я была беременна 6 7 месяц беременности он меня возил на байке так что артур артур поэтому ты очень любишь езду на барке ты даже когда был в животе у меня привыкал но вот когда артур уже родился я приехала в индию с годовалым ребенком и я не могла вместе с ним ехать на байке я боялась мы тогда либо на такси либо на автобусе не страшно было оказалось что он может выскочить у меня из рук и покатиться вниз понял котик посмотрите какая красота пара мне сейчас такие страсти рассказал что в индии есть такой вот способ мошенничества детей подговаривают но такого возраста как пар что мол ребенок стоит где-то в людном месте и строит из себя потерявшегося к нему подходят люди неравнодушные и предлагают отвезти его и ребенок этот отводит этих людей не домой а куда-то где стоят люди специальные обворовывают этих неравнодушных людей или издеваются над ними когда нас слушаешься такого то действительно начинаешь задумываться стоит ли помогать да вот а я сколько читала читала сколько людей пострадала тех которые допустим кидались в воду в шторм спасать каких-то пьяных водоплавающих которые тонут а здоровые спортсмены молодые спасая сами тонули ну в общем нужно все всегда ситуацию взвешивать и думать по ситуации вот такой вот я сделала вывод на она вообще печально конечно от всего этого как я рада что мне сегодня погода подарила возможность поделиться с вами такими красотами я могу спокойно снимать разговаривать сколько много людей идут пешком вайзе и а возможно да возможно эти люди прогуляется вот так и через пару часов поедут обратно а вот видите здесь сколько много машин припарковано итак подъезжаем к кульминации нашей дороги самому полноводному водопаду видите здесь небольшая пробка потому что многие останавливаются здесь фотографируются кто-то вот видите встает своего транспорта и залазят туда наверх рискуют жизнью ради эффектных фотографий можно подскользнуться недавно мне попалось видео такое ужасное девушка стояла на краю полноводной реки горной и фотографировала сделала сэлфи ну вроде как она была уверена в себе что она стоит ровно на ногах не шатается но мужик а варерич язык вот это посмотрите какое богатый мужчина столько золота окей так она вообще я грустную историю рассказываю мужчина меня отвлек значит и проходила мимо этой женщины человек и подскользнулся но и соответственно он то не упал а женщину эту девушку вернее молодую зацепил толкнул и она упала естественно естественно с концами я так понимаю что здесь написано о безопасности артур прочитай пожалуйста вот видите парень там сидит на камне зеленой рубашке пользе лотос медитирует но он не понимает что тоже такое может случиться если там наверху пойдет сильный дождь здесь можно даже об этом не знать и пойдет естественно много воды его может просто с этого камня смыть такие ситуации тоже происходят и вот недавно в лановале такое произошло там немножко по-другому там не из-за дождя там видимо дамбу прорвало и целую семью смыло 10 человек с детьми и так мои дорогие зрители мы спустились уже в нерал и специально для вас заехали на поле перед вами самое настоящее а рисовое поле очень высокая трава надо внимательно смотреть под ноги чтобы случайно не наступить на змею в индии чаще всего от змей страдают именно фермеры сельские жители случайно во время работы могут наткнуться задеть или нанести нечаянно вред змеи и она в отместку кусает ребята здесь оставили свою обувь поснимали и работают в поле босиком ой я наверное тоже сниму по раму я уже посмотрите на мой тапочек боже мой а нам еще заезжать магазин опять а вы нормальные чистенькие на одном поле работают женщины это все огромная семья а на этом поле мужчины мужчины сейчас рассаживают рис сначала он растет густо и потом его вот таким вот образом рассаживают на довольно такие приличном расстоянии обязательно рис растет вот сезон дождей выращивают нужно много воды много жидкости как в болоте парни молодые студенты у них сейчас каникулы и вот они приехали помочь вместо того чтобы отдыхать а учебы им приходится такую вот нелегкую работу выполнять но молодцы посмотрите как у них ловко получается что пойдем посмотрим на женщин говорит снимайте уже свои тапки куда вы претесь а вот посмотрите они приехали сюда на поле с едой перекус сейчас поработают и в два часа будут обедать ух ты посмотрите то есть здесь вот получается чуть выше здесь намного больше воды и они вот сделали такой вот ручей чтобы аккуратно то чтобы тебя не смыло вот и теперь таким вот образом они наполняют это нижнее поле водой идем аккуратно поднимаемся вверх посмотрите там воды чуть ли не по колено артур предлагает говорит зайди поглубже так приятно ходить по этому полю вставляете вот это вот поле как массаж а я не люблю такое знаете или стоят дно ой боже мой как неприятно какой же это массаж фу ай как баба болото команда мангаман армина дали смейк смейк если быстрее идти то это эффективнее да надо быстро идти тогда ты не успеваешь и так слава богу добрались до цели вот посмотрите здесь растет рис густой они его собирают вот такие вот пучки и потом эти пучки относят на поле которое показала сразу как только мы зашли сюда и там рассаживают да и там рассаживают здравствуйте здравствуйте милые дамы как вы тут поживаете как у них ловко получается так 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 артур только не брызгай пожалуйста так теперь видите очищают очищают от земли и дальше что вот артур видите тоже помог помощник ты наш так и дальше вот перевязывают вот таким вот образом перевязывает и получается такой вот кустик пучочек у парама ловко получается язык first time парам парам уже этим занимался у себя в деревне он все говорит все все это всю эту работу парам прекрасно знает много нового я я узнаю о муже он мне обычно рассказал о том что он занимался в детстве коровами так как у него родители держали всегда очень много буйволиц 10-12 и парам помогал что вот этому мужчине 80 лет человек представляете он до сих пор работает молодец супер улыбается видите еще такой приветливый весь бедный вспотело с него аж под градом так я тоже себя все посмотрите все веселые для них это как развлечение это хозяин да получается мы здесь видим его детей его внуков которым он передал наследство всю эту землю прекрасную вот это вот сын кстати похожи и вот внуки так дождь собирается я хочу тоже попробовать новую профессию освоить так все подошли обратно к этому полю я не не снимала пока мы подходили возвращаюсь потому что в руках были у нас пучки я говорю что нам порожняком эти руки свободные помогли помогли им донести на парам амбрела и представьте настолько приятно боже мой насколько милые люди говорят тут мы сейчас как раз собираемся обедать ведь тут это то что вы видели и да сейчас еще там родственники принесут теплый обед присоединяйтесь к нам пообедаем вместе но мы решили конечно вежливо отказаться но все равно очень приятно приятно пригласили нас в свою деревню но мы конечно обменялись номерами телефона и такими предложениями не разбрасывают потому что для меня это интересный контент так что возможно в одно из воскресенья мы приедем к ним в деревню так а вот это кто эта женщина тоже посмотрите какая пожилая может быть это жена того 80-летнего старика итак мы приехали в наш торговый центр местный уже почти все что надо купили посмотрите какую я для себя нашла сумку к сожалению она пропускает воду от дождя она не защищает но все равно классная ее можно носить как рюкзак и как сумку так дальше что еще из такого интересного наконец-то я купила для парама тали плейт тарелка специальная для тали вот здесь посередине рис и чапати а вот сюда закуски правда маловато для парама парам кстати не очень обрадовался его устраивает то как он ест вот еще ну таких вот каких-то интересных тарелочек тоже купила вот доску наконец-то купила она и не пластмассовая и не деревянная металлическая которая не будет покрываться плесенью да это очень важно ее легко мыть что тут еще ну полотенца для клиентов артур для себя вот выбрал новую water bottle для воды кружку артур себе выбрал и так показать что видно было артур что еще продемонстрирует не очень удобно на стиралке так как что-то посерьезнее то люди подумают что мы только за какой-то ерундой приехали шлепки парам купил специальные по лужам чтобы шлепать что самое главное конфеты очень вкусные я себе баунти купила иногда добавляю себя почему-то вот я именно баунти попробовать такие вот маленькие у меня есть я ем овсяную пашу по утрам но захотелось попробовать что-то знаете такое вот новое если что можно будет купить большую порцию парам очень любят это блюдо это типа как вермишелевый суп артуру купили ланчбокс новый так как он сейчас уже бутерброды не носят школу а вот такую вот пищу которую он носит новую полезную удобнее будет именно в такой ланчбокс ложкой я раскрою вам секрет но не говорите никому я раскрою мы в роте добавляем секретный ингредиент и он нутелла да иногда иногда мы иногда мы да так поступаем закручиваем роте нутеллу ролл никто слава богу нет нет не разворачивал еще не проверял я сейчас делаю рентген наши тележки потому что не пойму что вам еще можно показать интересного сыр купили опять же эту нутеллу специи кондиционер для волос я себе еще купила с кератином но где-то он там внизу не могу его найти вот сумка я очень довольна вместительная камера там будет так а моя кстати да вот вот это вот сумка а внутри нее находится моя сумка где камера она запечатана нельзя чтобы не дай бог ничего не утащить из магазина вот так вот такие вот правила безопасности какой керосина то не керосина кератин керосин если я себе керосином волосы намажу то потом ты меня не узнаешь еще интересные купили симочки тыквенные очень полезно посолька буролька парам без конца по телефону разговаривает постоянно клиенты звонят вот еще вот этого ценная вещь от комаров ой от комаров от мух смотри наверху тоже варанжевый ааа боже мой как они рисуют вот подписывайтесь на наш канал впереди вас ждет еще много всего интересного пока нормально и к и и и и Продолжение следует...